Мне понравился... Ну, приветливый таксист, нормально. Думаем, чтобы оторвать кусочек хлебушка, мокнуть, как бы сметанку. Мы сняемся, потому что только что стырили хлопья со стола бы и салат с грибами или с чем-то. Нет, просто овощи. Мы начинаем второй влог, а это видео напоминание, что по утрам нужно пить водичку. Вот такой лук на завтрак. Завтрак самый первый, не знаем, как пройдёт. Здесь рядом есть ресторанчик, где мы кушаем, но цены там, ну, так, приличненькие. Пока девочки ждут завтрак, хочу рассказать про то, что здесь пошёл снежок. Вообще, когда мы выезжали, погода в Кишинёве была плюс 20. Мы хоть и взяли с собой тёплые вещи, пальто, куртки, сапоги, худи, но до конца всё равно не верили, что здесь будет снег. Прибежали в ресторан, и девочки уже с завтраком. Смотрите, сколько мне картошки положили. В самом ресторане мы кушали только в первый день. В следующие дни нам организовывали шведский стол для всех участников в другом корпусе. Когда мы приехали сюда поздно вечером, мы увидели деревянные дома, но мы не думали, что здесь будет так красиво. Все домики сделаны в одном стиле, каждый домик – это отдельная комната. Нам сказали, что этот отель действительно пользуется популярностью, и сюда приезжают отмечать свадьбы, дни рождения. Даже за время проекта мы застали несколько празднований, и, честно говоря, было неловко. Вообще территория большая. Ну, как у меня. Здесь уже заканчивается дорожка, но вид открывается просто бомбический. Посмотрим. Еще раз, там ресторанчик, там мы живем в одной комнате. Много машин, да, сюда приезжают туристы, довольно много нам сказали. Позже мы узнали, что здесь есть свое хозяйство. Хозяева держат скот. Вот это то, что я показываю, видимо, где разводят рыб. И каждое утро, к примеру, нам давали хлопья и домашнее молоко, которое дают местные коровы. Готовят. Зашла вот такую штучку. Это инфо-турсы, как мы могли понимать. Надо будет ознакомиться, посмотреть. Там я вижу, что дровишечки очень много они собирают. Топят. Явно не для декорации. И, в целом, когда здесь чуть-чуть потеплее, я думаю, можно выходить на качельке сидеть. Вышли на фотосечи. Весь первый день мы с девочками были одни. Только под вечер приехали первые ребята из Румынии. Стуку, кстати, я до этого перелазила ее. Она была закрыта. Тут, кажется, такая шукоточка, которая как бы... Я не знаю! Мы не договаривались, что мы будем говорить. Мы просто хотели сказать, что нам понравилось, что не понравилось. И, в целом, впечатления о поездке и о прибытии. Очень дружелюбные люди. Румыны классные. Они помогают русскоязычным, потому что думают, что каждый русскоязычный — это беженец из Украины. Многие спрашивали, что мы из Украины или нет. В первом поезде тоже, как раз, стала Карина. Подошла девушка и говорит, а вы из Украины, да? Ну, нет, мы из Транснестры. Не Транснестры, а Приднестры. Здесь успели прогуляться утром. Вчера приехали вечером, не было видно этих ландшафтов. Сейчас я прям воодушевлена. На самом деле здесь очень холодно. Мы были уверены на 100%. Нам сказали, что девочки, turn on your мозг и возьмите, пожалуйста, с собой тёплые вещи. Но нет. Таня вообще в весенние куртки приехала. Зачем? Потому что здесь горы. Сейчас у нас минус 2 или минус 3. Даже в комнате прохладно, потому что у нас, получается, там, короче, дверь. Маша нарисует её, может быть, в подожоре. Она с неё работает батарея, кстати. Но мы не унылаем, мы занимаемся йогой и разогреваемостью. Небольшое видео с йоги, которое больше похоже на секту, нежели на какие-то упражнения. А пока мы занимались, Татьяна челила на кровати, и в кадре периодически появляются её ноги. Кстати, во время проекта у нас была идея провести вечер йоги, но мы её так и не реализовали. И скоро прибудут ребята из Клужа. Лужа. Это город, где находится большой аэропорт, куда прилетят все участники из Эстонии, Польши, Испании, ещё от Болгарии, Армении. Армении? Нет, Болгарии. Болгарии? В общем, узнаем. Понравился второй поезд, комфорт, который там был. Люди понравились, общительные, очень отзывчивые. Ещё понравились украинцы, которые ехали в Сербию. И, конечно же, понравился чувачок, который говорил с нами на румынском. Человек, мы, в общем, с Таней вышли фотографироваться на одной из остановок, не помню, как называется. Дзация Сучава. Очень красивый вокзал. И мы вышли фотографироваться, начинаем спрашивать, сколько времени будет стоять этот поезд. И этот чувачок, не знаю, он похож на чуть-чуть подбухинного, но, по-моему, это его стиль жизни. У каждого слово вставил. Он начинает с нами выходить на контакт и как бы базарит, базарит, базарит. Начал выходить к нам в купе туда, в вагон, входит, ходит, смотрит. Ну и нашли, в общем, общий язык. Да, дальше. Мне понравилась более-менее комната. Я сплю одна, девочки, мальчики. Зато когда батарея не работает, как хорошо спать в обнимку под одним одеялом. Под одним одеялом. Не будем это чинять. Ты-то ночью хотела пойти на ресепшн, найти одеяло. Что было из минусов? Здесь невозможно при нормальном курсе поменять ли молдавский на румыз. Девочки, это капец просто. Не меняйте. Запомните, вставь обязательно это. И красный. Вот здесь, вот здесь, смотри, я делаю вот так, а ты ставишь красный текст. Не меняйте леи молдовы в Румынии. Здесь красный текст, я как будто мастер фотошоп. Я это сделала. Не меняйте. Почему? Потому что, получается, один румынский лей, это четыре молдавских, а они меняют... Да, нормально. Они меняют так, что один румынский лей равен десяти молдавским. То есть вы теряете половину своего бюджета. Вникуда. Не делайте так. Меняйте заранее, не будьте таней. Не критикуйте за качество видео, потому что оно снималось на айфончик с радужным чехольчиком. Как долго мы ждали этот обед? Мы легли спать, потому что думали, что нас не накормят обед, и мы такие, ладно, мы спать. Уснулись. Маша на своеволю написать Адриану. Да, потому что никто другой, посмотрите, вот он нахлы лица, не хотела написать. Сейчас тут стоит хлеб, и девочки просто... Я не могу держаться. Мы смотрим, тут хлеб. Думаем, чтобы оторвать кусочек хлебушка, мокнуть как бы сметанку. Пик-пик-пик-пик-пик, душнило радар. А это кот, который сразу же полюбился всем на проекте. Он присутствовал у нас на занятиях, и у него было несколько имен. Два из которых я помню, это Андрюха, ребята эстонцы звали его так, и Куки. Таня несет кипяток в комнату. Первые, кто должен был приехать, это ребята с Румынии, где-то к девяти вечера. Остальные ребята должны были приехать к часу ночи, и мы до пизделя пошли гулять. Ты уже снимаешь? Да. Мы пришли прогуляться. Хотели немножко раньше, раньше будет тут прямо хлопнуть снега, который снимает. Рука называется. Глазом труда. Мы поспали. Местность, и горы. Вот там мы живем. Шли-шли мы, и пришли к Ла Белла Виста. Между прочим, четыре звезды. Да? А сейчас там камеры висят. А сейчас и забор был открыт. А мы проще, мы не местные. Мы гуляем, просто гуляем. Мы так, мимо проходили. Тут меленькие домики. Идем дальше смотреть, что были. Быстрее, камера за мной. Быстрее, камера за мной. Быстрее, я на червяка не встала. Знаете, что мне не нравится? Мне не нравится то, что в кадр практически не попадаю я. А почему тут никого нет? Потому что зима... Потому что четыре звезды, извините, дороговато. Короче. Айсинг. Ой, вот такая красота. Ой, вот такая красота. Лужи не снимаем, не снимаем. Только сейчас мы соизволили прочитать программу, на которую приехали, хотя ее прикладывали еще на момент заполнения анкеты. Сейчас вечерок, все включают фонарики, и это еще более романтично. Из-за снега скрываются сзади горы, тем не менее домики создают тоже свою атмосферу. Нашли мостик, спустились вниз еще больше. Да, летом сюда приедем. Обязательно. Вот такие мы красивые. Все в снегу. Лук, пальто в кристаллах отдаю дорого. Таня там пытается разжуться колено, дружить в куртку от снега. Прогулялись знатно. Мы погуляли допоздна. Настало время приезда ребят из Румынии. Вот они и мы их встретили. Но встретили случайно, когда пришли на ужин. Мы просто были голодные, зашли в этот зал, и вот такой сюрприз. Приехали уже первые участники. Мы познакомились и решили развлечь себя чем-то до приезда других участников и начали играть в слова. Угадай, что это значит на моем родном языке. Ну а дальше по накатанной мы учим песни Доры для тиктока. Дора готова в мои глаза Доллар бакс. Знаешь? Очень неприятно, что ты вон мальчик. Со мной ребят. Не расстраивайся. Не расстраивайся. Зайка, я верну? Его обратно. Его обратно. День третий. Мы собрались на завтрак. В общем, Таня, которая зашла сейчас. Таня только что написала сообщение в телеграм, что она в столовой. Погнали. Сало, как будет Сало? Сало? Нам завтрак принесли. Каждый день завтраки были практически одинаковые. Но нас удивил один факт. В первое утро нам дали лук и сало. Это молоко, там есть хлопья, всякие вертуты, лук, сало, сыр, всякие колбаски. Как бы все на выбор шведский стол. Татьяна, не хочешь рассказать нам про помещение? Вот здесь мы будем находиться. И все тренинги, собственно, будут проходить, все занятия. Стрели хлопья со столовой. И салат с грибами или с чем-то? Нет, просто овощной. А, овощной. Окей. Ты захватила еще вот эту штуку. Вот, спрятали туда, чтобы если что, как бы незаметно не видно. Со всеми участниками мы познакомились только на первом семинаре, так называемом Activity. Это был день знакомств. И какое было счастье, когда мы узнали, что здесь есть ребята, которые говорят на русском. Всего участников 36, и нам потребовалось несколько игр, чтобы запомнить имя каждого, хотя были и такие, которые мы выучили только под конец проекта. Я люблю быть воздухом. Эту игру мы прозвали обнимашки. Она на выявление общих интересов, и человек говорит, что ему нравится, а остальные, кто согласен, обнимают его. Между занятиями у нас, конечно же, были перерывы на кофе-брейк, послеобеденный перерыв, перед культурным вечером, и мы себя как-то занимали. Например, здесь испанцы нас учат танцевать. А здесь мы оттачиваем свое мастерство вместе с ребятами из Румынии под Just Dance. День у нас проходил примерно так. В 8 мы собирались на завтрак, в 9 уже начинались activity. До часа нас занимали чем-то, давали небольшой перерыв на кофе-брейк, а после обеда до трех у нас было свободное время. Перед тем, как начинать совместную работу, мы продумали несколько правил, которые бы помогали нам работать в команде, в группе. Каждый написал что-то свое, и сейчас их озвучивают. Нам придумали вот такую вот таблицу, чтобы у каждого была какая-то обязанность на все это время. Кто-то мог быть фотографом, кто-то таймкипером, кто-то отвечать за уборку, кто-то репортером описывать события, что происходили конкретно в этот день. Мы с девочками взяли на себя обязанность в некоторые дни быть фотографом или видеографом. А под вечер нас ждал сюрприз от команды Румынии. Это была культурная ночь. Это была презентация, это был показ танцев, это была дегустация кухни румынской, в том числе напитков, и большая дискотека. Дом утрам, надея кожа тебе выйдут. Дом утрам, Дом утрам, утрам, утрам! Субтитры создавал DimaTorzok